Для жителей улицы Шоссейной в деревне Маштауши Чебоксарского района наконец забрежил свет в окошках. На протяжении нескольких лет люди мыкались без электричества. Буквально добывали его сами с помощью генератора. Покупали для него бензин на автозаправках и экономили на благах. С подобными проблемами сталкиваются жители других населенных пунктов Чувашии. В причинах такого сложного пути к свету разбиралась моя коллега Ольга Григорьева. Улица Шоссейная одна из тех, что по-прежнему называют новой. Годификация тут состоялась, а вот электрификация сильно запоздала. Люди вспоминают, что участки под строительство местная власть раздавала в начале 90-х. Несмотря на отсутствие электричества, начали строиться. 20 километров от города, столица. Нижнем за Волгой был. Ни одного дома нет. Слогой стоят, счетчики стоят. Это сейчас. Спустя три года Станислав Митрофанов заводит генератор, а дело это непростое, особенно в холода, лишь для нашей съемочной группы. Свет полностью. Дом. Все это мы включили. Телевизор маленько смотрели. На телевизор хватило. Полностью напряжение. Правда, холодильник. Не включали холодильник. Без холодильника жили. Свет наконец полторы недели назад появился в домах на улице Шоссейной. Но этому предшествовали годы мытарств и обращения в самые разные инстанции. Трижды проводимые сборы с людей за проекты и долгие ожидания. В 2010-м масштабжцы все-таки попали в специальную республиканскую программу электрификации. Появилась надежда, но опять наткнулись на препятствия. При организации Минпромторга, начинавшего программу, поиск денег, а потом при отсутствии должного контроля, судебное разбирательство. И началась эта бодяга, скажем так. Бюрократическая, в общем-то, она. Выбрали, тендер провели, выбрали подрядчика. Подрядчик обанкротился, успел, правда, поставить столбы. Все на этом. И вот три года, значит, все это, велась вся эта переписка. Словом, подрядчик работы не завершил. Нужно было проложить кабель, подключить электроснабжение к действующей сети, установить счетчики. Терпение масштабушцев пришел конец, и они рассказали о своей проблеме через журналистов на всю Россию. Это ООО «Степ». Значит, данная организация, получив аванс, не завершила строительством объекта. А без оправых оснований у, значит, министерства, либо любой другой сторонней организации, не было возможности зайти на данный объект. И вот только по решению суда, когда оно вступило в законную силу, это в октябре месяце этого года, было возможно запустить туда на так же самых законных основаниях организацию, которая завершила строительство и дала людям свет. Есть еще два недобросовестных подрядчика, по вине которых хромает республиканская программа электрификации, говорят в министерстве. Более 40 объектов так и не завершены. Контракты с подрядчиками расторгнуты, далее начнутся суды, а в случае выигрыша ждут смены подрядчика и взыскания неустойки, как в случае с организацией СТЭП. Правда, получить деньги с подрядчика банкрота не получится, но в черный список организация внесена. В министерстве рассчитывают, что найти управу на недобросовестных исполнителей впредь поможет новый закон. С 1 января 2014 года новый закон, 44-й о контрактной системе, в соответствии с которым будет возможность отсеивать именно на этапе отборов такие организации, которые уже плохо себя зарекомендовали. В следующем году все те, кто попал под действие республиканской программы электрификации, получат электроэнергию, заверяют в министерстве. К слову, программа должна была завершиться еще в 2010 году. Сейчас объекты потихоньку уводятся. Деньги на это в бюджете предусмотрены. Ольга Григорьевна, Андрей Шоклев, Республика.